Путин приехал в КНДР. Его портреты на улицах Пхеньяна. Следующая остановка – Вьетнам. США обеспокоены и внимательно наблюдают. The Guardian – все девять ядерных держав увеличили расходы на ядерное оружие. Газета утверждает, Иран продолжает военные поставки России, Франция сокращает количество своих военных в Африке. Тихоокеанский флот проводит масштабные учения на Дальнем Востоке. Там же будут строить еще одну верфь. Путин назначил новых замов министра обороны. Их теперь 12. В Якутии хотят создать суперкампус для привлечения молодых талантов. США ищут пиарщиков для рекламы своих поставок Украине. ЕС создает комиссию по проверке выделяемых средств. Столтенберг. В НАТО нет консенсуса по членству Украины. Белый дом – Украина вступит в НАТО, но после того, как победит Россию. Газета Times. США намеренно затягивают обучение украинцев на F-16. То же самое с передачей ракет Patriot. Италия поставит Украине дальнобойные Storm Shadow. Украина готовится к наступлению, считает лидер царских волков Рогозин. Рейтерс. У Украины полтора месяца до дефолта. В аграрном секторе кадровая катастрофа. Все уехали. Зеленский подписал закон об общевойсковой подготовке для старшеклассников и студентов. США приостановили соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения. Оно действовало с 1992 года. Ранее Россия приостановила действия отдельных пунктов налоговых соглашений с недружественными странами. МИД Швейцарии. 16 стран отказались поддержать итоговую мирную декларацию. Новый саммит может пройти в Саудовской Аравии. Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Это хотят сделать до председательства Венгрии. Financial Times. Премьер Нидерландов Рютте позволит Венгрии не поддерживать Украину, если Орбан проголосует за его кандидатуру на пост Гинсека НАТО. Китай начал антидемпинговое расследование импорта свинины из Европы в ответ на увеличение пошлин на китайские автомобили. South China Post. США вряд ли смогут создать для китайской армии обещанный Пентагоном беспилотный ад. Европейские производители самолетов и дронов обеспокоены конфликтом с Китаем. Япония ожидает эскалации в Восточно-Китайском море. США, Япония и Южная Корея запланировали крупные военные учения в этом месяце. Британская лейбористская партия очистилась от радикально левых и идет на выборы. Университет Миннесоты отменил приглашение профессору из-за критики геноцида в Газе. Сиднейский университет приказал закрыть пропалестинский лагерь. Россия теряет свою долю экспорта угля на мировом рынке из-за логистических издержек. Саудовская Аравия не продлила 50-летнее нефтедолларовое соглашение с США. Коммерсант. К следующему году студентов в России будет на 2,7 миллиона больше, чем требуется. Больше всего гуманитариев, при этом мало выпускников колледжей и училищ. Изменения в НДФЛ примут в августе. Они коснутся не более 3% налогоплательщиков, уверяют власти. В первом чтении принят закон о высылке иностранцев, находящихся в России без законных оснований. ФАС подписала соглашение о стабилизации цен на яйца с птицефабрикой Челябинская. Регионы, пострадавшие от паводков, жалуются на нехватку цемента. Минздрав России обязал женщин идти к психологу перед абортом, а врачи будут делать УЗИ, чтобы женщина увидела плод и услышала сердцебиение. Россия выходит из процесса по делу о крушении Боинг. МИД. Нам не дали полноценно участвовать. Это фарс. Рутюб убрали из App Store. Германский исторический институт в Москве объявлен нежелательной организацией. Леруа Мерлен сменит название в России на Лемона Про. Ранее французские акционеры передали активы менеджменту. На Урале протесты против постройки мусорного полигона. Польские фермеры разливают на границе свиной навоз. Как им кажется, это отпугнет мигрантов с Ближнего Востока. Сын Жириновского купил квартиру в Дубае, выполнив последнюю волю отца.